17 год если мне не изменяет память digital порт решетниковский спуск обычная локация фестиваля ужасные погодные условия и в связи с этим очень мало пришло посетителей то есть концу фестиваля мы понимали что мы выходим в ноль ну и это была такая большая радость что мы выходим хотя бы в ноль и на следующий день день демонтажа площадки мы разбираем оборудование увозим его внезапно откуда-то подул ветер и это очень сильный был рывок ветра такого ну вот в течение дня вообще не было и я вижу как наша входная группа построены из строительных лесов это наверное на тот момент было единственное что не было разобрано на площадке падает разлетается в дребезги и падает на соседние машины ну а строительные леса не из железной конструкции вот и в этот момент мы все сбегаемся к точке аварии две машины пострадала и там маленькая прибыль которая оставалась у нас с входных билетов которые мы планировали радостно разделить и купить с девчонками заколки себе в общем она ушла на реабилитацию этих автомобилей мы их починили за свой счет в первую очередь это принесло урок нашему техническому специалисту мероприятия теперь он леса кстати были укреплены то есть они были привязаны теперь он ставит внутрь огромные цистерны и все утяжеляет цистернами мешками с песком чтобы не дай бог ни одна конструкция не упала не улетел опять семнадцатый год мы готовимся к фестивалю на нас заранее вышла одна крупная компания связи и мы генерировали различные идеи как им интегрироваться в площадку они выбрали идею с кинотеатром у них уже был готовый куб готовая купольная конструкция где мы могли расположить этот кинотеатр вот мы приготовили классный контент из документальных фильмов ну в общем все шло по плану вот кроме одного мы не предусмотрели что будет световой день нормальный июньский световой день и проектор не будет видно в этой купольной светлой конструкции через нее ну в общем через нее проходили лучи солнца и мы вечером ставим этот купол кин проектор и наш технический специалист который очень хорошо подкован в маппинге он этим профессионально занимается говорит нам ничего не получится и уже за ночь мы ищем как решить эту ситуацию в итоге наш партнер сам по своим каналам находит в аренду экран и светодиод какой-то светодиодный специальный экран который видно в светлое время суток и говорит нам что мы теперь уменьшаем ваш спонсорский пакет и ну то есть мы можем докинуть тут чуть-чуть сюда на этот экран но мы должны его по расходам разделить с вами потому что это очень дорого это 100 тысяч за день вот и ну что нам делать мы соглашаемся потому что площадка анонсирована договоренности есть и буквально через час после этих договоренностей после того как мы стукнули по рукам к нам обращается наш технический специалист который ставит сцену на мероприятие ну компания и говорят вы что ребята через нас бы все было иначе чтобы вообще бы другая сумма была и вы бы очень сильно сэкономили и даже не было бы вот этих вот моментов договоренно никто бы даже и не заметил что мы проектор поменяли на этот экран вынесли до такой урок что когда мы пытаемся партнерится с крупными компаниями они говорят вот нам надо сделать на фестиваль то-то то-то изготовить что сейчас мы будем по своим каналам это пробивать мы говорим о том что ребята давайте мы попробуем со своей стороны ну свою смету посчитаем и вы свою смету посчитаете потому что как правило крупным компаниям но выдвигают другие прайсы нежели ребятам молодым которые делают фестиваль